всем привет ребята вы на канале sober vision сегодня я рад вам сообщить об очередной новинке на канале и это муравьи под названием степной бегунок латинское название я не рискну произносить она у вас на экранах очень интересные и нестандартные муравьи они интересно передвигаются и вообще они какие-то необычные дабы избежать излишних вопросов в комментариях по типу где я их купил в описании к видео я оставлю ссылку на проверенную группу в к администратор у нее ренат камальдинов там я приобрел несколько колоний этих красавцев это проверенный и ответственный продавец поэтому смело можете заказывать у него муравьев вступайте в его группу в к давайте перейдем к заселению и обзору бегунков пришли муравьи ко мне вот в таком виде у всех муравьев было по большому пакетику яиц личинки и у большинства колоний даже коконы я решил их заселять формикарий каблучок обзор на него в скором времени появится на канале так как эти муравьи степные жители на арене им обязательно насыпать песок у меня есть кварцевый песок и он очень мелкий чтобы избежать просыпания песка через микро щели арены снизу я проклеил все термоклеем так надежнее и спокойнее декорировать все песком для начала увлажним формикарий водой я заливаю 3 миллилитра для первого увлажнения и в дальнейшем каждую неделю я буду заливать по 2 миллилитра воды посмотрите как распространяется вода по гипсовым камерам наглядно видно что основная часть воды увлажняют нужную нам камеру увлажняется немного еще и соседние теперь насыпем на арену песок это пока весь декор который я буду делать может в дальнейшем я найду для этой арены небольшую красивую коряжку пока ограничимся песком ну и добавлю немного песка покрупнее теперь нанесем антипобег хотя блин его надо было наносить перед тем как насыпаем песок перевернув вверх тормашками ферму так было бы лучше видно и мы бы меньше запачкали боковое стекло ну да ладно так тоже можно главное делать все аккуратно в качестве антипобега я использую детскую присыпку на основе талька и смешиваю ее с водкой после этого наносим получившуюся смесь кисточкой на верхние ребра это достаточно удобно во-первых верхняя крышка большая и это поможет получить максимально большой доступ к арене для ее декора уборки и кормления муравьев также сюда проходит стандартная 15 сантиметровая пробирка ну и антипобег наносится на верхнюю поверхность это не мешает наблюдать за муравьями сбоку и в принципе сверху остается достаточно места для наблюдения после нанесения можно будет убрать все мазки которые попали на боковые стекла а в это время гипс уже увлажнился и мы можем наблюдать градацию увлажнения по цвету гипсовых пластин в трех камерах ну и установим перемычки чтобы закрыть доступ к двум другим модулям формикария каблучок теперь самое время переместить муравьев на арену дать им сироп и кусочек таракана они сразу вынесли весь мусор на арену подкрепились сиропом и затащили к себе таракана так они провели пару дней я хотел подождать пару недель пока они переселятся предварительно убрав всю воду из шприца но потом понял что этим ребятам в принципе большая влажность и не нужна и они будут готовы жить здесь до победного поэтому прибегнул кардинальным мерам а именно аккуратно выдавил их на арену кусочком проволоки и пока бегунки заселяются кратко расскажу о них муравьи обитают в степях и пустынях и очень быстро бегают муравьи относительно большие размер матки 10 12 миллиметров размер рабочего 4 11 миллиметров солдат около 80 миллиметров они практически всеядны поэтому содержать их несложно бегунки любят сахарный сироп фрукты такие как яблоки груши и другие а также насекомых температура содержания 24 30 градусов цельсия степные бегунки отличаются выраженным полиморфизмом муравьиной колонии появляются и солдаты и рабочие муравьи а также плерергаты это такие муравьи которые хранят в зубиках жидкую пищу потом они делятся запасами еды с другими муравьями высокая влажность этим муравьям не нужно достаточно 50 60 процентов на арену необходимо насыпать песок который необходим им для окукливания личинок тем временем я немного затемнил ходы леском бумаги и это стало сигналом для муравьев по крайней мере для одного который начал перетаскивать всех остальных в гнездо включая и матку муравьев по крайней мере муравьев по крайней мере В общем, сейчас все находятся в гнезде, у них два больших пакетика яиц и чувствуют они себя нормально. Кормлю я их каждый день и чередую сироп и тараканов. Скоро планирую ввести в рацион и фрукты. Те, кто хочет завести себе этих симпатяк, можете зайти в мою группу ВК или написать мне на почту. Я приобрел сразу несколько колоний и смогу поделиться с вами. Ну а на сегодня все. Не забывайте про наш совместный конкурс с компанией Дирака, призы, муравьи и наши формикарии. Ссылка также будет в описании. До скорого, ребята. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!